Инопланетный союз. Рождество. Написал и озвучил Грегори Маэстро. «С Рождеством!» – прикричал Ник вместе с родителями. «Хо-хо-хо! С Рождеством, доченька моя!» – встречает дедушка. «С Рождеством, пап!» – поздравляет Рошель, отца. «А что это у супруга в руках? Камера?» – интересуется дедушка. «По нашей семейной традиции мы хотим сохранить воспоминания на следующие года», – объясняет Рошель. «Воспоминания – это хорошо! Проходите! Стол накрыт!» Семья наслаждается рождественским ужином. «Николас, в какой школе ты учишься? Подцепил ты себе свою любимую?» – интересуется дедушка. «Папа, без личных вопросов, пожалуйста! Ник еще только в средней школе учится!» «Доченька, без второй половинки жизни жизнь! А я у себя даже с начальной школы подцепил свою любимую!» «Но сейчас Нику пока еще рано думать о девушках! Сейчас у него на уме уроки!» «Пусть найдет себе девушку, с которой он будет домашку делать!» «Он сам в одиночку справляется с домашней работой!» «Пожалуйста!» – внезапно останавливается Рошель. «Продолжай, доченька! Что ты там хотела после «пожалуйста» сказать?» «Дорогой, пожалуйста, послушай свою дочку!» «Она...» Телефон Ника отключается рукой Натали. «Натали! Зачем ты это сделала?» Возмущается Ник. «Я тебя три раза звала, а ты не отзываешься!» «Пошли! Не забудь сумки!» Ник с сумками идет за Натали по торговому центру. «Натали, ты хоть знаешь, насколько это для меня важно, то, что я смотрел?» «Не тогда, когда мы находимся в торговом центре! Последний магазин и едем домой!» Спустя один магазин, Ник с Натали загружают сумки в машину. В доме Ник проверяет дендейку термометром, а Натали докарамелизует с помощью горелки крем-брюле. «Я открою, Ник!» «Так, индейка готова! Вынимаем!» Натали открывает дверь и под выстрел с Джоном хлопушкой, Расти, Моника и Кейт кричат с Рождеством. «Вы как раз вовремя приехали! Проходите!» «Шестерка наслаждается рождественской трапезой!» «А вы хорошие повара!» Разговаривает с набитым ртом Джон. «Скажи спасибо рецептурной книге моей бабушке! Оттого-то вкусно, будто у нее дома!» «Куда мы идем в этот рождественский вечер?» Вопрошает Ник. «Можем прогуляться по парку и попить бесплатный глинтфинн или горячий шоколад с маршмеллоу», предлагает Кейт. «Можем посмотреть какое-нибудь живое выступление а-ля бродвейский мюзикл», выдвигает предложение Расти. «Ой, только не бродвейский мюзикл, Расти!» отбрасывает Ник. «Они мало того, что цены в три дорога завершают, так еще и стоять в очереди по несколько часов надо!» «Едем в центр Миддлтауна гулять в парке и пить глинтфинн или кто желает шоколад с маршмеллоу». Продолжение следует. Если вам понравилась эта история, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Также проводится сбор донатов на комикс «Инопланетный союз». Если вы любите комиксы и манго, самый максимальный донат от вас – это 50 рублей. Чем быстрее накопите с каждыми 50 рублями, тем быстрее вы увидите самую первую главу «Инопланетного союза». Увидимся в следующем видео!